Мой 486 наконец-то собран, включается с первого раза, то есть уже больше нет такого, когда ты щелкаешь выключателем и ждешь, появится что-то на экране или нет. Как я его разглючил, об этом чуть-чуть попозже в видео, но пока небольшая демонстрация. Батарейка померла. Попытаемся соединить мой старый ноутбук с вот этой штукой и передать информацию оттуда сюда при помощи нульмодемного ЛПТ кабеля, который тянется отсюда и приходит вот сюда. Для начала мне нужно разобраться с этим ноутбуком, потому что я его давно не включал и как видно, он с меня сейчас требует настройки. Энд, то есть чтобы сохранить, нужно нажать энд. Окей. Окей. Попробуем. Загрузится ли он? Или он будет дальше спотыкаться в отсутствующую батарейку и перестанет нормально работать? Поехали. Громкий, хрустящий, жесткий диск. Да, снимаю против света, поэтому экран, который без того не очень яркий, еще менее ярок. Передать информацию можно, в принципе, и через любое доступское приложение, позволяющее соединить два компьютера через порты. Но мне проще использовать Total Commander, поскольку он позволяет все-таки использовать многозадачность. Если что-то вдруг пошло не так при соединении двух компьютеров, можно переключиться на диспетчер программ. В данном случае здесь у меня пуск. YIF на экране. Сейчас как-то маловато цветов, но, в принципе, сойдет. Так, здесь у меня дохлая мышь. Ну вот. Здесь Windows Commander, там Total Commander. В принципе, одна и та же программа. Разницы никакой. То и другое работает абсолютно одинаково. Ну и здесь заходим в менюшку. Команды. Соединиться с другим компьютером через порт. Опять же, не помню разницы между клиент-сервер. Сервер это, по-моему, тот компьютер, на котором ничего нельзя делать, пока ты обращаешься ко второму компьютеру из-под клиента. Здесь более новая версия. Здесь есть под менюшку сеть. Соединение с другим компьютером. Здесь клиент. Здесь сервер. Ждем Enter и ждем соединения. Connection established. И вот отсюда теперь можно, безо всяких проблем, получить доступ к жестким дискам того компьютера. Вот, например. И эту информацию нужно перекинуть на диск C этой машины. Это надолго. То есть, скорость соединения абсолютно никакая. Но, по крайней мере, передача информации таким способом вполне возможно. Здесь. То есть, из-под этого Total Commander сейчас ничего сделать нельзя. Но, по крайней мере, та машина, где есть мыши-клавиатура, вполне себе работоспособна. С ней можно что-то еще фоном делать. Ну, и здесь тоже, так как Windows 95, можно фоном запустить другое приложение. Хотя, конечно, процессоры там и там довольно-таки маломощные. Оно будет подтормаживать. До сих пор не знаю, с какой тактовой частотой работает этот процессор. Понятия не имею, что здесь за прос. Надо будет это выяснить. Вообще, по-хорошему, этот компьютер надо будет аккуратно разобрать. Теперь, когда сдохла батарейка, у меня появился повод заглянуть в него. Но это позже. Это будет отдельное видео, когда у меня будет снова достаточно большое количество свободного времени, чтобы этим заниматься. Машина вполне может подождать. Один из примеров, когда может понадобиться многозадачность. Например, я начал вот с этого Total Commander копировать слишком большое количество файлов. Соизмеримое с количеством свободного места на жестком диске. Оно здесь, его здесь, прямо скажем, кот наплакал. Соответственно, я просто запустил второй Total Commander и начал удалять часть с уже скопированного, чтобы освободить место под действительно нужные файлы. Потому что я кинул целиком весь каталог, а там довольно много мусора. Между прочим, этот ноутбук у меня неплохо проапгрейжен. здесь у меня сейчас стоит PCMCA карточка, которую можно безопасно извлечь. Здесь компакт-флешка на 4 гига. Кстати, опознаются все 4. Очень даже неплохо. По сути дела, в данном случае с PCMCA то же самое, что USB. То есть, можно вполне извлечь, вытащить, поставить в картрид, воткнуть в другой компьютер, перенести всю нужную информацию сюда. И да, прежде чем кто-то скажет, существуют USB PCMCA контроллеры, но они довольно редкие, их практически все уже разобрали. Я на самом деле даже купил один, но он оказался мертвым по прибытии. А вот эти вот контроллеры PCMCA по сути дела и DE контроллер, оно в принципе по-моему даже определяется, как и DE. Они лежат на Алиэкспресс в больших количествах, даже с флешками в комплекте, так что грех было его не взять. Здесь у меня диск D и диск E. Это два раздела по 2 гига на этой флешке. И сейчас я буду с того 486 на этот 486 перекидывать Microsoft Word, который я только что принес на этой самой компакт-флешке. То есть, все абсолютно hot-swapable. Мне не пришлось ни разу перезагружать компьютер между моментом извлечения флешки, копированием информации, загрузки назад. Вот идет передача файлов. Здесь, по-моему, 11 мегабайт или даже 15. В общем, это будет копироваться довольно долго. Потом я установлю офис. Надо будет подгрузить еще одну программку, чтобы эта штука заработала, потому что Word 6 требует под Windows 3.11 для рабочих групп ShareExe. ShareExe это программа, предназначенная для отслеживания изменения файлов, сделанных по сети. Сети на этом компьютере нет, устанавливать эту пробу здесь я смысла не вижу, поэтому есть эмуляторы данной программы, NoShare.com, например, и есть несколько других подобных же приложений, которые делают вид, что та правда запущена, благодаря чему офис вполне себе нормально грузится и работает без нее. Ну, а теперь перейдем к еще одному 486, на котором можно неплохо показать то, как я разглючил предыдущий компьютер. Дело в том, что у меня было три 386 с проблемами перезагрузки. При первом включении они наглухо повисали, но стоило мне нажать кнопку reset, как они перезагружались и работали после этого стабильно. Попробую продемонстрировать это сейчас с этой машиной. Если, конечно, я не забуду ее воткнуть, воткнуть в нее питание. первый пуск вообще ничего. Надо просто немножко подождать. Стартуем первый раз, мы всегда очень медленно и сейчас я объясню почему, если, конечно, мы дойдем до места загрузки в принципе. Потому что этот компьютер в первый момент своего пуска совершенно нестабильно работает. Ага, вот теперь мы наконец-то пикнули и начали поститься. Что происходит с этой машиной я выяснил только после того, как поставил в нее гораздо более мощный процессор, чем обычный. Как видно, мы залочились. Почему залочились, легко можно понять вот по этой строчке. 80 МГц. Что за просто здесь стоит? 66 МГц DX2. Что за процессор здесь стоял раньше? 33 МГц SX. Ну-ка, попробуем нажать ресет. Сейчас мы должны перезапуститься и дальше пойти грузиться уже нормально. 50 МГц. То есть после нажатия ресет эта машина сбрасывает свою тактовую частоту на более низкую автоматом. Так же, как два остальных глючащих моих компьютера. Я был уверен до этого, что здесь где-то треснувший спай. То есть, когда компьютер первый раз включается, где-то нет нормального соединения, но когда машина, когда компьютер прогревается после первого включения, оборванный контакт замыкается назад из-за расширения металла, после этого компьютер включается и постится нормально. Как оказалось, причина совершенно другая. Если посмотреть сюда, здесь находится вот эта микросхема. Это множитель частоты или делитель частоты, который берет частоту от кварцевого резонатора, каким-то образом ее преобразует и получает из нее собственно тактовую частоту процессора. И здесь стоит раз, два, три перемычки. В документации на эту материнскую плату написано про положение только двух из них. Третья перемычка вот эта вот, которая сейчас не надета. Изначально вообще не была надета на эти три контакта. То есть, когда я настраивал этот компьютер, я расставил только две перемычки из трех собственно по документации на эту материнку. причем в документации прямо было написано, что местоположение на материнской плате одной из трех перемычек, одной из двух перемычек вообще неизвестно. Ну, просто потому, что это не официальный мануал на эту материнскую плату, а это данные взятые из интернета, с сайта statson.org, если я ничего не путаю, где какой-то фанат просто сам для себя пособирал информацию по разным старым материнским платам, начиная от XT-шек и заканчивая уж даже не знаю чем. Ну, вот. Теперь я расставил перемычки в правильном положении, сейчас мы должны запуститься с тактовой частотой 66 МГц. То есть, что происходило с этим же компьютером раньше? Или мы вообще не запустимся, потому что я опять что-то где-то накосячил? Выключусь-то я, чтобы случайно не пожечь прос. Так, что происходило с этим компьютером? При первом включении, вне зависимости от того, где стояли вот эти две перемычки, эта машина всегда стартовала с тактовой частотой 80 МГц. Когда в ней стоял процессор SX33 МГц, он был разогнан больше, чем в два раза, и он просто отказывался поститься. После нажатия рейса тактовая частота сбрасывалась до 50, и этот процессор пускался разогнанным, чуть меньше, чем в два раза, но в принципе достаточно стабильном состоянии. Он жутко грелся, я не знал почему, но полагал, что все в порядке. Почему-то я не смотрел вообще в принципе на эту надпись. Видимо, она проскакивала слишком быстро, я не успевал заметить, что происходит. Но при первом посте 80 МГц я увидел только после того, как поставил сюда 66 МГц DX. До этого я ставил сюда 40 МГц DX, это DX2, тот был просто DX, и тот постился сразу, не с черного экрана, естественно, потому что 80 МГц это разгон всего лишь в два раза, но естественно лочился при загрузке, но после этого работал. Тогда я уже начал догадываться, что проблема в тактовой частоте. Когда я поставил этот прост, я сумел разглядеть, что эта штука пишет в биосе в момент постинга, и расставил перемычки правильно. Сейчас я еще раз с ним поиграю, поставлю перемычки так, чтобы было 66 МГц, и эта машина будет абсолютно починена. Точно так же я пофиксил вот этот компьютер, который тоже стартовал не с теми перемычками. У меня осталась еще одна машина с той же проблемой, я полагаю, я по крайней мере надеюсь, что она решится таким же точно способом. То есть, если кому-то, если у кого-то есть компьютер, который стартует не с первого раза, 486, возможно, проблема в этом. Примите к сведению. А пока спасибо за просмотр.